Некоторые книги увлекают нас только, что их размер отходит на второй план. Начинаешь читать и так погружаешься в их мир, что время как будто останавливается. И вот роман на шоссо с лишним страниц, который, как сначала думаешь, будешь читать целую вечность, заканчивается уже к утру. Так может случиться, если вы возьмете в руки лабиринты эха, самого загадочного писателя Макса Фрая. В этом мире каждый читатель непременно найдет отрывок, который будто написан про него. Удивительно смешная и легкая серия о параллельном мире с интересными многогранными героями. Тот самый случай, когда 600 страниц читаешь за одну ночь. Любителям готики может понравиться 13-я сказка Дианы Сеттерфилд. Загадочная история двух сестер-близнецов, которая странным образом перекликается с судьбой главной героини книги. Будьте уверены каждый раз, когда вам будет казаться, что разгадали сюжет, Диана опровергнет ваши догадки. Так что оторваться на сон вам будет очень сложно. Книга, поразившая, наверное, всех, кто ее читал. Множественные умы Билли Миллигана, американского писателя Дэниела Киза. А те, кто не успел, наверняка слышал о ее главном герое, страдающем расщеплением личности. Собственно, личностей у Миллигана было 24. Разные по интеллекту, возрасту и полу. Книга не похожа на роман. Это скорее биография жизни Билли, порой цепочка не связанных между собой событий. Но, как ни странно, от нее невозможно оторваться. Если вам не хватает новых ощущений, предлагаем провести ночь за прочтением до неприличия ироничной и фантастичной книги «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. Поражает и цепляет с первых страниц. Это факт. Не только потому, что Адамс мастерски избегает затертых шуток и виртуозно вуалирует запретные темы. Герои путешествуют в открытом космосе, в поисках радости и отдыха. Но злая судьба по сто раз на дню подкидывает им испытания. То с мерзавцем сразиться, то мир спасти. И как тут спокойно уснуть? А на этом все. Читайте с удовольствием.